Глава 3. В которой Людовик переезжает в Версаль, а Куньи становится селом. Западным историкам 1682 год памятен прежде всего открытием Луизианы, основанием Филадельфии и переездом короля Людовика в Версаль. Для русских, как бы сказал наш президент, тот год был непростым. Смерть царя Федора Алексеевича, казнь протопопа Аввакума, стрелецкий бунт, три земских собора, официальные прения о вере со старобрядцами, провозглашение царями двух братьев Ивана, вошедшего в историю под порядковым номером пятый, и Петра первого, названного позднее Великим. Это перечень лишь основных событий, которыми был полон 1682 год отечественной истории. Одним из значимых событий русской церковной жизни стало учреждение на поместном соборе 1682 года четырех новых епархий – Вятской, Великоустюжской, Тамбовской и Воронежской. В том же году впервые зашла речь о создании самостоятельной Курской епархии, однако эта идея была реализована значительно позже. Курск, а вместе с ним и Куньи, остались в составе Белгородской и Абаянской епархии, в свою очередь выделенные в 1667 году из Патриаршей церковной области. На общем историческом фоне открытие прихода в маленьком селе выглядит местной радостью. Но это если смотреть на Куньи из Москвы, а если наоборот. Жители села в 1682 году ежедневно видели, как растет их деревянная церквушка. Слышали, как стучат топоры Василия Яковлева, сына Шестакова и его товарищей. А что творится в Стольномграде, Москве, чего хотят стрельцы, да и кто нынче царь на Руси, не всякий селянин понимал. Ни телевизора, ни интернета, ни радио еще не изобрели. Да что там интернет? Первая российская газета появилась лишь в 1703 году. Знаете, а я сейчас немножко позавидовал нашим предкам. Им легче было сосредоточиться на главном. Они не подвергались магическому влиянию потока новостей, большая часть которых не имела никакого отношения к их жизни. Куньевцы не знали, во сколько обошелся в французской казне переезд Людовика в Версаль, не ведали планов по застройке Филадельфии и не догадывались, насколько повысился рейтинг князя Хованского после его назначения в Стрелецкий приказ. И ничего, ни у кого не случилось обморока от информационного голодания. Главным событием для жителей села явилось строительство храма. Теперь куньи было уже не деревней, не хутором, а селом. Центром новообразованного прихода. А они стали прихожанами. 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 Продолжение следует...